Вот за это окно на меня возбудили уголовное дело, буквально, кошка с кошкой. Вот она, перекрыла ее, потому что истерика у нее. Волонтер и зоозащитница Алена Данилян рассказывает, на этот раз кошку с котятами удалось спасти. Как животное попало в подвал, никто не знает, ведь он всегда на замке, а кошки закрыты решетками. Есть версия, что кошки забегают вместе с сантехниками и потом не могут выбраться. Фото, когда-то оказавшихся в западне животных, нам показали. По словам Алены, сломанных решеток из замка на подвальной двери в ходе проведения спасательной операции можно было избежать, если бы не конфликт с председателем ТСЖ. Год назад у нас был с ней договор. Я говорю, Галина Мирославовна, давайте какие-то вопросы будут возникать. Сразу звоните. Есть кому этим заниматься, люди сразу приедут. И мы будем отлавливать, либо выгонять. Нельзя, чтобы они были там закрытые. Надо идти между собой на разговор, обо всем договариваться, потому что, как кто-то еще сказал из великих, что любая война, она все равно идет к миру, в любом случае. Люди устают, силы заканчиваются. Судя по всему, конфликт пока набирает обороты. Председатель ТСЖ пообщаться с нами и высказать свою точку зрения не пришла. Хотя жильцы при нас звонили ей несколько раз. Но эмоций во дворе и без того было достаточно. Я против того, чтобы кошки размножались в подвале. Я понимаю, что вам больше заняться нечем. Занимайтесь кошками в своем отдельно взятом квартирном пространстве. Это общее домовое. Вот это общее. Мне не нужны кошки, мне не нужна вонь кошачья. А то, что у нас крысы ходят в первом подъезде, как будто нормально. Травятся люди своими силами. Тут был скандал, вот у нас позавчера, по-моему, что не давала председатель ключи, чтобы открыть подвал и вытащить этих котят и кошек. Как бы лично не видела. Видела, что клетка была уже накрыта, когда приехала. Кошка приблудная. Она не наша кошка. Ее прикормила Алена. Никто котят не видел. Со своей стороны волонтер говорит решетки. Починила новый замок на подвальную дверь поставила. Да и животных пристроить сейчас недешево. Плюс ловля животного, плюс отправка его на золотоакси около 4,5 тысяч. Это только просто полтора дня, хотя мы могли это уменьшить все. Идти на мировую или в суд. Так решать подобные конфликты советует юрист. Даже если люди все-таки настроены и все-таки большинство на доме пришло к мнению о том, что животных быть не должно. То есть у нас не отменяется при этом норма права о том, что должен быть открыт продух как минимум один в подвальном помещении. В круглогодичном режиме, в постоянном режиме. Это один момент. И второй момент. У нас есть еще и федеральный закон об ответственном обращении с животными. Заморить голодом или там еще каким-то образом животных нельзя. То есть за это может наступить административная и даже уголовная ответственность. Подобные люди, они считают, что все бездомные животные наши. Вот сосед мне говорит, ну вы заберите всех себе. Не буду говорить вам, как я ответила ему. Это неэтично. Вот все, что мы могли себе взять, мы уже взяли. Все остальное мы делаем по мере нашей возможности. Вечером Алена вместе с волонтерами снова будет в ожидании. Вдруг из подвала выйдут еще животные. Они там умело прячутся. Женщина также планирует подавать в суд. Ведь сегодня со стороны соседей в ход пошли неприемлемые для волонтера высказывания. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.